Взрослые реагируют на инстаграм мультимиллионера. Сегодня мы с вами будем смотреть инстаграм-страницу одного парня. Вы знаете, что такое инстаграм? Фотки там где, да? Нет. Нет. Ой, нет. Ой, ну, так. Ну, инстаграм это что-то такое... Услышал где-то слово такое. Инстаграм это сервис, куда можно выкладывать на всеобщее обозрение фотографии, в том числе и своей личной жизни. И вот сейчас инстаграм одного парня мы будем смотреть. Ну, вот компьютерщик. Я думаю, что он геолог. Хотя его волосы довольно аккуратные, в смысле, на голове. Даже можно сказать, если по лицу, так вот человек философ. Или художник. Нет, скорее всего, нет. Но не священник. Философ, но не священник. Но не священник. Может, какой-то ученый такой, нет? Ублеченный человек, который занимается чем угодно, ну, хорошим делом. Похож на одного моего давнего знакомого. Его звали тогда Саша. Экстремальные виды, наверное, спорта. Ну, не путешественник, скорее всего, какой-то копатель, искатель, ну, что-то, не знаю, рытель какой-то. Ну, он может быть миллионером, может быть бедным, но неважно, да? Это же не играет роль абсолютно. Подпись к этой фотографии гласит. Было скучно в Лос-Анджелесе. Я сказал пилотам, чтобы запускали самолет, отправляемся в Лас-Вегас. Его право после трудовых дней. Геологических. Да, геологических. Круто. Неплохо. Ну, круто, конечно. Для философа. Вот именно для философа, да. Какой-нибудь богачей. Богатый ученый. Угу. А может, какой-то геолог на таких машинах едет? Просто в Лас-Вегасе какие-то старинные монеты выковырятся в автомат, я же не знаю. Шикует. Тут он сфотографировал девушек и написал, у каждого есть своя точка зрения, только моя точка зрения определенно лучше. Вот эта точка зрения, ну, наверное, лучшая. Ну, он поскучал где-то там в геологических своих, вот он и наслаждается теперь. Своя точка зрения. Да. Понятно. Я, в принципе, с ним согласен. Я не знаю, что он имел в виду, какова его точка зрения по поводу этих фигурок или что, я не представляю, я не знаю, даже не поняла я его. Высокого мнения о себе, он считает, что он как бы, ну, в праве судить других, да? Считает себя, наверное, всегда правым. Ну, действительно, у них у всех точки зрения одинаковые, реально, стандартные. Смотри, реально. Ну, судя по дамочкам, то, конечно, у него лучше. Да, кто спорит? Я с ним согласен. Тут наш герой, вот видите, он справа, внизу, сидит со своим другом в окружении вот этих всех девушек, и подпись такая «Жизнь на яхте». Прекрасная жизнь, для него это кайф полный. Ой, хорошая жизнь у него, в таком цветнике-то. Ну, что могу сказать, жизнь удалась. Все есть, наслаждайся, вот он наслаждается, и каждый по-своему. Ну, друг один, правда, для, наверное, чтобы разбавить это женское общество. Ну, если он хоть одну не удовлетворит, у него будет жизнь за бортом. Он сидит в окружении, опять же, женщин, и подпись такая «Моя мама так гордится мной». Ну, наверное, мама гордится, что у него так много красивых девушек, но это проходит. Такие красавицы просто бомжа вряд ли бы обнимали. Ну, наверное, мама гордится, если миллионер и миллиардер, почему бы не гордиться, что он в жизни чего-то добился? Ну, он же ничего такого не сделал особенного, чтобы им гордиться. Вы бы не гордились им, если бы было что-то? Я думаю, нечем гордиться тут, нечем. А почему нет? А почему бы нет? Потому что если бы он что-то интересное там или бы сказал даже, хотя бы с философской точки зрения, или он что-то там изобрел интересное. А вот это небольшой его автопарк. Вам нравятся такие машины? Хороший автопарк. Какая машина вам нравится? Наверное, джип, наверное, самый такой крутой, это уже, конечно, потому что проходимость у него лучше всего. Эти такие уже легкие там спортивные машины, ничего особенного. Тот быт джип, который туда ближе к лесу. Мне та, на которой сено возить надо, у меня в сарае козел стоит, знаешь, мне как бы эта крутизна не нужна, мне бы побольше сена там, зерна для курения. Мне кажется, он туда джип подойдет, у него как раз сзади там место есть. Да, если бы он был круглый, то нет, а квадратный, да, как раз. Это шестиколесный. Шестиколесный, да? Да. На заказ сделанный. Нормально. На этой фотографии он, опять же, среди женщин, и подпись такая. Забочусь о том, чтобы девушки были не слишком одеты. Это вся забота его? Хорошие заботы. Мне кажется, у него проблемы с импотенцией. Ну, человек неинтересный все равно. У него сплошные только одни развлечения. Плохо справляется? Конечно. Ну, тогда он плохо заботится. Пока одну раз день, другая оденется уже, ну что это? Ну, я бы сказал бы на 5-6 баллов. Да. Справляется? Молодец, молодец. Он стоит на танке. Танк давит BMW, автомобиль. И подпись «Тестостерон». Что хочу, то и делаю. Не знаю, какой-то качок. Не могу понять. У каждого свои закорючки. Один вот от этого получает удовольствие, другой от другого. А теперь вопросы. Теперь, увидев вот эти некоторые фотографии, как вы думаете, кто этот человек? Ну, конечно же, не геолог. Или артист. Нет, нет, конечно, не философ, естественно. Где-нибудь там работает в каком-нибудь баре. Ну, может, стриптизером каким-нибудь. Ну, теперь, я бы сказал, это про мод, знаешь, который проматывает бабки. Ну, наверное, какой-нибудь у него серьезный бизнес или хорошее наследство, чтобы прожигать Эльжиену. Наследие какое-то. Нет? Чем-то занимается, может, каким-то бизнесом или что-то. Хотя, может быть, наследник личного самосостояния. На самом деле, его зовут Дэн Билзарян. Он американец армянского происхождения. Его состояние оценивается в 100 миллионов долларов. По официальной версии, он венчурный капиталист и игрок в покер. По неофициальной, эти деньги достались ему в наследство от отца. Ну, скорее всего, от отца ему достались. Поэтому и Лас-Вегас, поэтому и самолет, и все остальные машинки. Я думаю, наследство все-таки сыграло свою роль. И вот сейчас ему 35 лет. Но уже до 30 лет у него было два сердечных приступа. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, вот благодаря этим женщинам. То, что окружают его постоянно, он не в состоянии сконцентрироваться на какой-то одной. От переизбытка эмоций. Ну, это может быть и врожденное. Адреналина много. Среди всех девушек все. Он же не просто на них смотрит, наверное, как-то реагирует психологически. Ну, человек себя не бережет. Ну, наверное, наркота, может быть. Поэтому мужчины рано и умирают, знаете. Потому что тоже не удерживает сердце. Большие деньги-то ужасно. Самолет в Лос-Анджелес, девочки, клубы, ночные тусовки. И все. Он ничего не производит, но только развлекается. Ну, тоже такой странный вот образ жизни. Ну, на самом деле, у него было два сердечных приступа от пятидневной непрекращающейся вечеринки. Шесть с половиной миллионов человек подписаны на его инстаграм. Вы бы подписались на него, чтобы увидеть новые фотографии? Нет, мне он абсолютно не произвел впечатления. Нет. Первый мальчишка больше поворел. Вот один раз посмотрите достаточно, больше уже неинтересно на него смотреть. Ну, скорее да, чем нет. Почему нет, да? Ну, когда мне скучно, я бы подписала, чтобы видеть его, раздетый. А так он прикольный мужик, почему бы нет? Ну, честно говоря, нет. Неинтересный он человек, абсолютно. Если бы вам предоставилась возможность сказать ему пару слов, что бы вы ему сказали? Береги свое здоровье. Иди в фитнес-клуб. Занялся бы чем-то посерьезнее, наверное, даже хотя бы, пускай благотворительностью какой-то. Не просто девушек просматривать этих красивых. Ну, съездил бы в какой-то там детский дом. Господи, пошла бы, не посидела, так поболтала. Сказала, пошли бы, не посиди. Хоть что-то такое внес бы, правда, из своего богатства какую-то лепту. Береги свое здоровье. Одно слово. Остановись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова